Детская республика 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 году в США были вспышки полиомиелита и ежегодно было около 15 тысяч случаев паралича на численность населения чуть более 150 миллионов. Вирус передается он фекально-оральным путем в основном. Это значит, что это больше детская инфекция, но и через грязные руки, через игрушки и в очень редких случаях она передается воздушно-капельным путем. Полиовирусы из кишечника выделяются у нас до 6 недель. Они очень жизнеустойчивые, они очень долго живут в окружающей среде. Фекалия они могут находиться до 6 месяцев. Чем это и опасно, наверное, человек может и не знать, он может быть носителем, даже не знать, что он болеет полиомиелитом, а выделять в окружающую среду полиовирусы. Но сценарии развития заболеваний, они могут быть различные. Есть различные формы полиомиелита, это атипичные, атипичные. Но приблизительно 70% людей, которые заразились полиомиелитом, они не чувствуют никаких симптомов, и все для них проходит незаметно. Около 20% это они могут, у них могут быть обычные симптомы, которые характерны для всех вирусных инфекций. Это повышение температуры, значит, какие-то... Головные боли. Да, да, да. Пепсические расстройства, боль в горле, тошнота, головная боль, усталость. Примерно у 4% это развивается асептический менингит, это воспаление мозговых оболочек, может быть. Он очень тяжело переносится, сопровождается лихорадкой, сильными головными болями. А из... И, конечно, самое тяжелое, это у каждого 200-го заболевшего вирус с кровью, с лимфой, он проникает к нервным волокнам, попадает в двигательные волокна спинного мозга, ствола головного мозга и вызывает их поражение, что приводит к параличам и паразам. Если больше 70% поражается, это параличи, если от 25 до 75, это частичное нарушение движения и паразы. Ну, это энтеровирус, то есть вирусы, живущие внутри клеток, который может поражать и взрослого человека. Ну, вот опасно, наверное, детский возраст до 5 лет. Это, значит, такое, где необходимо, конечно, родителям внимательно смотреть за своими детьми. Но вот так, как вы сказали, что симптомы характерны для любого воспалительного заболевания вирусного, то здесь можно перепутать. А вот каким образом проводится диагностика полиомилита, нам сейчас поведает Джабраилова Мумината Финдиевна. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дагестанцы. На сегодняшний день мы хотим сказать, что полиомилит очень грозное, тяжелое заболевание, тяжелое заболевание, которое приводит вплоть до инвалидности и до летального исхода. Вот это мы, конечно, говорим о том, что вот та система иммунизации, которая у нас была во все годы, вот эта работа наша, конечно, она дала сбой в определенном, что наши люди стали отказываться от аппаратических прививок. На сегодняшний день Республиканский центр инфекционных болезней является центром по постановке диагноза полиомилита и острого вялого паралича. Острый вялый паралич – это один из синдромов полиомилита, которое полиподобное, схоже с полиомилитом заболевания. Но это не означает, что данное заболевание дает выздоровление. Мы, значит, комиссионно ставим этот диагноз. Значит, лабораторная диагностика проводится в региональных лабораториях. Мы непосредственно доставляем материал управления Роспотребнадзора и по линии Ставрополя и Москвы комиссионно ставится диагноз. По поводу того, что единственной мерой защиты является иммунопрофилактика, и мы постоянно об этом говорим, и мы не перестанем это говорить. К сожалению, в последнее время у нас увеличилось количество отказов. Вот эти отказы от иммунизации привели к тому, что на сегодняшний день в Дагестане неблагоприятная ситуация. И в связи с этим представители Москвы, даже сегодня приехали представители Москвы, председатель координационного центра. Мы говорим о том, что наша страна Россия, она сертифицирована по ликвидации полиомилита. Но в связи с тем, что у нас стали регистрироваться случаи, значит, было решено о том, чтобы провести туровую дополнительную иммунизацию против полиомилита. Что это означает? Это означает то, что при анализе наших детей, которые заболели острым вялым параличом, значит, этот контингент был у нас от трех месяцев до девяти лет. Это тот контингент, который должен был у нас привиться. Конечно, вы можете сказать, что ваши дети привиты по схеме. Но есть такой момент, когда мы проводим туровую, это означает дополнительная иммунизация. Это непосредственно дети, которые получили, значит, по календарю прививки, полный курс они могут получить. И дети, которые не привиты, вообще ни одного курса прививок не получили, они одномоментно будут прививаться в зависимости от состояния ребенка. Сейчас стоит вопрос у родителей, что они не будут прививать оральные вакцины. Существует два вида вакцин. Это оральная вакцина, то есть живая, так называемая ОПВ. И есть инактивированная вакцина, она, значит, слабая, убитая вакцина. Такие вакцины мы уже знаем, наши родители знают. Это пентоксин и полимеликс. Пентоксин – это вакцина, которая содержит в себе пять видов инфекции. Очень хорошо себя рекомендовала данная вакцина. Наш народ понял и хорошо пошел на эту вакцину, потому что в этой вакцине держатся компоненты коклюша, полимелита, дифтерии, столбняка и гемофильная инфекция. Это пентоксин. Значит, есть у нас другой вид иммунизации. Это полимеликс. Это моновакцина. Все эти вакцины, они прошли испытательные исследования. Они у нас не первый год на рынке. Они у нас давно уже, мы используем данные вакцины. И они безопасны. Когда мы говорим безопасно, это говорит о том, что на данной вакцины у нас не было поствакцинальных осложнений, которые мы должны мониторировать. По поводу того, значит, оральной – это вакцина. Я согласна с этой Ливной, потому что вот второй компонент у нас оттуда, мы всегда прививали трехвалетная вакцина. Сейчас у нас вакцина бивалетная, то есть два компонента. Первый поливирус и третий поливирус. Вакцина тоже себя рекомендовала с очень хорошей стороны. Бояться того, что не надо прививать оральной вакциной. Если ваш ребенок здоровый, получил все прививки, и он по календарю идет на живую оральную вакцину, надо прививать. Не надо бояться этого. Хотелось бы уточнить, и мы перейдем на небольшой информационный блок, а потом продолжим. Вот вы говорили о предыдущих вакцинах. Ну, орально – это с помощью капелек. Да, это капли, это розовые капли. Розовые капли. А вот первые две, то, что вы назвали… Это парентеральная, внутримышечная инъекция. Вот. Это внутримышечная инъекция. А вот эти бивалетная вакцина – это у нас оральная, то есть через рот. Да. Как это обычно? Это розовые капли. Обычные капли, которые мы давали всегда. Так что, друзья, по способу введения вакцины, вы тоже можете сказать о типе вакцины, и более подробно о них мы поговорим сразу после небольшого рекламного блока и музыкального трека. А всем тем, кто заинтересовался, а вас не может не заинтересовать эта тема, потому как это не только здоровье детей, но и взрослых, вы можете нам написать на WhatsApp вопрос или дозвониться во время рекламного блока на номер 91-107. Это звонки в прямой эфир. 8-9-8-8-2-90-1-10-0-7. Телефон для смс-сообщений и вопросов на WhatsApp. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Программа «Будьте здоровы» на Радио Прибой. Ну и спонсор программы – Детская Республиканская клиническая больница имени Набии Магомедовича Кураева по адресу город Махачкала, улица Ахмеда Магомедова, 2А. Телефон для справок. Мегафон 287-90-83. Продолжая программу, друзья, я напомню о том, что мы сегодня говорим о полиомиелите, для чего необходимо прививаться, кому это необходимо делать и почему нельзя это пропускать. Специалисты в нашей студии – главный врач Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения Дагестана Сея Талиевна и заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных болезней профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова Джабраилова Мумината Финзивна. Мы говорили перед рекламным блоком о том, что есть разные типы вакцин, почему не нужно их бояться и что можно еще добавить? Я хотела напомнить, что первую живую оральную вакцину академик Смородинцев сделал своей 16-летней внучке. Все оральные вакцины, они все испытывались прежде всего на себе и на своих близких. Но полиомиелит – это по своей сути кишечная инфекция, как мы говорим, она проникает в организм с грязными руками, с посудой, поэтому больше, наверное, с водой, с фруктами мы и говорим, что у детей чаще. То есть вирус его надо проглотить. Он должен попасть в желудок и в кишечник, и там он спокойно размножается. Если мы ребенка прививаем с живой вакциной, то в кишечнике формируется местный иммунитет, который не пропускает данный живой вирус дальше. Это, так сказать, первая линия защиты. Первый барьер. Если ребенок не прививался живой вакциной, то этой защиты нет. То вирус, он дальше проникает в кровь, и там его уже встречают антитела после вакцинации инактивированной вакцины. Они борются с ним. Это уже вторая линия обороны, для чего мы делаем две вакцины, инактивированные и живые. Но дело в том, что инактивированная вакцина, она долго, быстро выходит из организма, поэтому делаем мы ревакцинацию. А иммунитет после живой оральной вакцины, он пожизненный. Правильно ли стоит понимать, что если ребенку дали капельки, то это достаточно одного раза, или все-таки в несколько приемов? Существует календарь прививок, это национальный календарь прививок, это законодательный документ, утвержденный Минздравом России. В этом календаре, конечно, всегда ежегодно приходят изменения, производятся, но последний календарь 6 декабря 2021 года, там, значит, ребенок начинает иммунизаться против полиэмилита в 3 месяца, 4,5, 6 месяцев и 18 месяцев ребенок получает инактивированную вакцину, ту, которую мы делаем внутримышечно. Это называется парентеральная инъекция. А дальше закрепляет иммунитет уже вакцина оральная, то есть которую мы получаем, как розовые капли. Мы его делаем в 20 месяцев и в 6 лет. То есть ребенок получает гуморальный и клеточный иммунитет, потому что мы закрепляем тот иммунитет, который есть у ребенка. Но есть, конечно, показания и противпоказания к вакцинам, на которые мы должны обращать внимание. Любой педиатр, он должен уметь объяснить вам, потому что подход должен быть индивидуальный. Каждый ребенок, он индивидуален. Естественно, восприимчивость к вакцине тоже у него своя. Поэтому, когда мама решает прививать своего ребенка, она может получить полную информацию по каждому виду инъекции, по каждой вакцине. И подход должен быть индивидуальный в том плане, что без согласия мамы педиатр не прививает ребенка и не должен прививать. Во-первых, надо педиатру объяснить все то, что он делает. Даже можно в прививочном кабинете показать, что за ампула, как его набирают, как его делают. Потому что сейчас родители очень грамотные. Поэтому еще раз надо объяснить, что есть, конечно, и показания, и противпоказания. Это называется медицинские показания. Абсолютными противпоказания очень мало. Это абсолютное противпоказание может быть иммунодефициты. Это может быть, если полимилитная вакцина, то один из иммунодефицитных состояния это парапрактиты, которые могут не дать кишечный иммунитет, наоборот, ребенок может заболеть этим полимилитом. Это злокачественное образование. Но подход должен быть индивидуальным. Все, например, доброкачественные образования, они можно позволить ребенку привиться. Есть препараты, которые принимает ребенок. Есть иммуноэкспрессивные препараты. Это при тяжелых заболеваниях. Таким детям, конечно, есть противпоказания. Но при проведении определенного сенсибилизирующего лечения этот ребенок может получить инактивированную вакцину. Оральная вакцина этим детям противопоказана. Есть временные медотводы. Временные медотводы, это если ваш ребенок температурит, если у него есть острые респираторные заболевания, то эти медотводы, они у нас как бы через 2 недели уже ребенок здоров его может привести. Есть длительные медотводы, которые уже, если ребенок часто болеет, и если ребенку противопоказана данная вакцина, то комиссионно есть иммунологические комиссии в поликлиниках, которые должны, там все специалисты сидят, врачи, и они должны определить период иммунизации этого ребенка, то есть схема иммунизации индивидуальная должна быть подобрана, и ребенок, значит, будет прививаться через определенный период. Постоянных медотводов, единицы, вот эти дети у нас, почему мы делаем туровую иммунизацию? Еще раз хотел бы обратить внимание. Остаются у нас дети вот такие, с медотводами, которые мы не можем прививать, постоянные, длительные. И если этот ребенок, он попадает в коллективный иммунитет, то есть дети, которые уже привились, и у них есть иммунитет, если этот ребенок попадает в эту среду, он может не заболеть. Он может не заболеть, потому что уже есть среда, которая защитная среда. Мы для чего делаем эти, чтобы защитить непривитых детей? Ну, значит, вакцинация по календарю и туровые вакцинации, они как раз таки формируют коллективный иммунитет, где возможность детям, у которых есть противопоказания, не заболеть и сохранить свою жизнь. Ну что, друзья, мы продолжим после небольшого информационного блока. Напомню, вы можете задать вопросы и отправить на WhatsApp, на номер 8, 988-291-1007. Здоровье – главное условие полноценной и счастливой жизни. Будьте здоровы! Радио Привой. Спонсор программы Детская Республиканская клиническая больница имени Набии Магомедовича Кураева в городе Махачкала по улице Ахмеда Магомедова, 2А. Телефон для справок. Мегафон 287-90-83. Мы продолжаем общаться. Сегодня мы говорим о том, что такое полиомиелит, почему необходима вакцинация, в чем опасность этого вируса. И если кто-то из вас подключился только что и у вас возник вопрос, то 8-9-8-8-2-9-1-10-0-7. Наш контактный и специалисты в нашей студии. Главный врач Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков. Главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения Дагестана Сеаталиевна Алиева и заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики борьбы со СПИДом имени Магомедова Джабраилова Мумината Финзина ответят на ваши интересующие вопросы. Есть, конечно, много вакцин, но вот именно полиомиелит очень опасное заболевание, инфекционное, как вы сказали, высококонтагиозное, то есть контакт детей друг с другом в течение нескольких даже минут может вызвать заражение. Либо ребенок болен, либо он носитель, то есть внешне он здоров, но ваш ребенок может получить опасное заболевание вирусное через этого ребенка. Поэтому очень важно не только прививаться, но еще очень важно знать родителям, почему не стоит отказываться от прививок. Что ждет родителей ребенка, если он ходит в детский сад или в школу, но при этом еще отказывается от вакцинации. Расскажите нам, пожалуйста, еще до партии. Еще раз мы вернемся, конечно, к нашей теме, которая у нас будет проводиться, туровая и дополнительная иммунизация с 27 февраля. Она пройдет у нас в два этапа. Она будет у нас, значит, до 5 марта, и следующая будет в апреле, второй этап. Это эти же дети, которые мы планируем на сегодняшний день от трех месяцев до 9 лет, они у нас будут получать две прививки дополнительные. То есть по первому этапу они получат вакцинацию, этот же ребенок будет получать вторую. Поэтому называется и дополнительная. Независимо от профилактических прививок. По поводу того, что, значит, по поводу организованных коллективов, это самый главнейший вопрос на сегодняшний день, который муссируется уже как бы в течение всего этого месяца. Мамы говорят, что почему наши непривитые дети не должны ходить в школу. Значит, у нас в непривитых школе больше, чем привитых. Есть законодательный документ, где написано, что организованный коллектив может посещать только привитой ребенок, который получил защиту от определенных инфекций. Задают вопрос. Мы получаем письма, где, значит, говорят, почему привитой ребенок будет приходить и заражать, потому что он получает вот эти капли, это живые капли, это живая вакцина. И, естественно, они говорят, ну все уже знают, что если, значит, вакцинированная живая вакцина ребенок заходит, значит, где есть непривитой, вполне может быть, значит, ребенок получит этот полиовирус. Это полиовирус. Может заболеть. Но этот момент существует. Это действительно он может заболеть? Может заболеть. Но все индивидуально, конечно. До сих пор мы всех прививали и ничего не было. Но если ребенок какой-то слабый, иммунодефицитный, ну, каждый ребенок индивидуальный, он может прицепить данный полиовирус и заболеть. Об этом разговор идет. Поэтому есть санитарные правила, санитарные правила, где четко оговорено, что привитой ребенок должен разобщаться с непривитым в течение 60 дней. Это два месяца. Это нам приписано законом, документом. Поэтому на сегодняшний день были совещания Минобразования, вынесено постановление государственно-санитарного врача Республики Дагестан о том, что если будут непривитые дети, если родители будут отказываться от профилактической прививки против полимелита, эти дети не будут допускаться в эти школы и сады. Есть федеральный закон 157, там есть статья, где четко оговорено, если есть эпидемиум, мы не имеем права, не ущемляем права родителя, потому что родители имеют конституционное право на согласие или несогласие. Но есть факт неблагополучия по территории, поэтому это решение вынесено об иммунизации детей. Имеем право, и законодательный Роспотребнодзор имеет право вынести постановление и не допускать этих детей. Указано директорам школ и заведующим детских садов, в частности, плат этих частных образовательных организаций, потому что нам в основном по году делали всегда частные сады и школы, потому что принимали детей без прививочного статуса. И всегда у нас там возникали определенные вспышки кори, эпидпаратита, и нам потом приходилось в догонку проводить мероприятия. Сейчас этого не будет. Сейчас все обязаны, даже директорам школ указано, чтобы они подготовили списки непривитых детей после тура, и чтобы подали их в управление Роспотребнодзора. Потому что они у нас принимают, выносят постановления и законодательные документы. Это очень серьезно. Позвольте спросить. Вот вы сказали, что когда ребенок получит прививку, он должен до 60 дней не контактировать с другими детьми. Ну а как быть в том случае, если он ходит в детский сад, или если есть в семье не один, а несколько детей, и не все привиты, как быть в этом случае? Значит, если в семье есть непривитой ребенок, то схема индивидуальна, и этот ребенок, где есть непривитой, будет прививаться инактивированной вакциной. Он не будет получать оральную живую вакцину. Если ребенок идет по схеме, и ребенок дома он хотя бы привит инактивированной вакциной, он может спокойно получать эту оральную живую вакцину. И не являться источником? Он не будет являться источником. Заражение. Так что, уважаемые родители, в этот момент обратите особое внимание. То есть, недостаточно одного раза в жизни привиться. Лучше вот по календарю. Если нет противопоказаний, об этом вам скажет только педиатр. Поэтому обращайтесь, и бояться ничего не стоит. Ну и что еще нужно здесь добавить по поводу этого заболевания? Мы вернемся сразу после небольшого рекламного блока. Друзья, оставайтесь с нами, подведем итоги. И думаю, что вопросы, которые вы присылаете на WhatsApp, сейчас будут нами рассмотрены. Избавьтесь от негативных мыслей, сохраняйте положительные эмоции и будьте здоровы. Программа «Будьте здоровы» на Радио Прибой. Вот я думаю, что про эту болезнь, про полиомиелит, болезнь легче предупредить, чем лечить. Это более актуально. Потому как есть у нас СМС-сообщение. Добрый вечер, радиостанция Прибой. Скажите, пожалуйста, какие осложнения возможны при полиомиелите и излечимы ли это заболевания? Ну, полиомиелит, как я уже сказала, там самые главные из них, даже если это одна из двухсот всех заразившихся, это парезы, параличи. И хочется сказать, что у подростков и у взрослых парезы, параличи встречаются намного чаще. Один на 75 случаев. Если у детей, это реже, один на тысячи. И чаще встречаются менингиты. Но, тем не менее, это довольно-таки это все дети инвалиды фактически. И 10% из них умирают, если это бульбарная форма паралитического полиомиелита или поражается грудной отдел спинного мозга. Поэтому, конечно, это очень-очень грозное заболевание. И благодаря вакцинации за последние 35 лет случаев заражения полиомиелитом нам удалось снизить во всем мире на 99% с 350 тысяч до нескольких десятков. И возможно, конечно, что через несколько лет полиомиелит исчезнет. Так же, как и ОСПА, нам осталось чуть-чуть делать шаг. Поэтому, дорогие родители, я хочу призвать, если вы что-то обсуждаете, какие-то другие вакцины, то вакцинация от полиомиелита обсуждаться не должна. категорически. Если мы упустим ситуацию и пустим ее на самотек, то вновь рискуем через несколько лет получить сотни тысяч зараженных. В самом деле, лучше профилактика, чем лечить. Так как и лечения нет, с помощью Всевышнего нам сказали, что лучше давайте привяжем верблюда, потом будем уповать на Всевышнего. Всем здоровья! Вот так, друзья, значит, это заболевание неизлечимо. Человек, переболев этой формой полиомиелита, является инвалидом на всю жизнь. А что такое инвалид в семье, многие знают не понаслышке, а это значит, жизнь человека прекращена, нормальная жизнь. А разве не счастье родителей и счастье детей? Поэтому будем более бдительны и внимательны к здоровью своих чад. Я напомню о том, что у нас сегодня в программе «Будьте здоровы» заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского Центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со спидом имени Магомедова Джабраилова Мумината Финдзивна и Асията Алиевна Алиева, главный врач Республиканского Центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков, главный нештатный детский невролог Министерства здравоохранения Дагестана рассказали нам об этом опасном заболевании. Что пожелаете нашим слушателям? Уважаемые родители, уважаемые дагестанцы, мы еще раз хотим повторить, что единственной мерой защиты от такого грузного заболевания является вакцинация. Самое святое у нас – это дети. Поэтому большая просьба еще раз вернуться к этой теме, обговорить, обсудить в семье и сказать, что это необходимо сделать. Привить наших детей – это наша обязанность. Завтра вам дети скажут спасибо. Потому что эти дети, они взрослеют, они станут мамами и папами. И когда возникнет вопрос о вакцинации ребенка, они первым долго вспомнят вас и скажут вам большое спасибо. Потому что любая мама, она должна иметь антитела от всех управляемых инфекций, которые в календаре, в частности от полиомиелита. Поэтому если есть привитой ребенок в семье, если он получает все прививки, он будет здоров и будете здоровы. Желаю вам счастья, здоровья, защитите себя и своих близких. Ну и пользуясь случаем, я вам пожелаю здоровья, счастья, ваш благородный труд, который вы делаете, сегодня несомненно важен для каждой семьи, особенно для Дагестана. Будьте здоровы!